Команда Ukrainian Fashion Week объявила даты нового сезона показов. Коллекция «Осень-зима» 2019-2020 украинские дизайнеры представят с 1 по 5 февраля. Основной локацией мероприятия останется мастерский арсенал, однако часть брендов все равно планирует показать свои коллекции в новых интересных местах. В новом сезоне в рамках украинской недели моды будут представлены 50 дизайнерских брендов, пройдет 39 шоу, состоится 10 презентаций, 4 специальных проекта, 6 лекций и публичных обсуждений. И подробнее об украинской моде и трендах поговорим с дизайнером Ольгой Дворянской, она гостья нашей студии. Ольга, здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Ну вот поскольку с Ukrainian Fashion Week мы начали, я бы хотела, чтобы вы рассказали по поводу ваших ожиданий. Какие ваши ожидания от Ukrainian Fashion Week 2019-2020? Здравствуйте. Действительно, неделя мода стала у нас единственной неделей моды, и все внимание и ожидания, конечно же, направлены на Ukrainian Fashion Week. Естественно, все ожидают новые интересные идеи, никто еще пока толком не знает, какие дизайнеры приготовили сюрпризы. Как всегда, показы открывают левее пустовид. Есть, естественно, дизайнеры, на которых очередь из желающих попасть и увидеть, какие идеи будут новые. Если мы говорим, в общем, о развитии индустрии моды в Украине, да, Ukrainian Fashion Week это, ну, отчасти такой показатель, да, вот этого развития. То, как развивается эта неделя моды, вот это событие, в котором очень много разных и площадок, и показов, и обсуждений, мы, собственно, поэтому, ну, обыватель судит, как развивается, в общем, мода в Украине. Правильно так или нет? И вот как бы вы оценили развитие вот модных тенденций в Украине, насколько украинские дизайнеры и вот модная индустрия моды идет в ногу с европейцами, да, даже вот европейцами? Ну, во-первых, интересно то, что наша неделя моды идет гораздо раньше, ну, на неделе там, по-моему, раньше, чем западная известная неделя моды, что уже говорит о том, что мы хотим идти впереди планеты всей и не повторяться. Вот. Второе, это то, что все-таки у нас есть два пути развития. Молодые дизайнеры выбирают, казалось бы, более недорогой способ, это все-таки реклама своего бренда через Инстаграм и поиски своих там новых фанатов через трендсеттеров, блогеров. И такое вот новшество, наверное, что можно обойти показы и недели мод, которые стоят очень дорого, ну, вот инвестиции в то, чтобы организовать свой показ. А не в рамках Ukrainian Fashion Week, это можно умножить на 10 стоимость подобного показа. Но есть такое также выражение, если ты не делаешь показ, ты просто отелье. Поэтому, в общем-то, если у тебя серьезный настрой, то очень важно показывать свои тенденции и радовать своих клиентов. И это определенная площадка для новых общений, контактов, байеров. И, как во мне, это очень важно участвовать в подобных неделях. Ну, вот по поводу и общения, и по поводу показов, насколько легко или, наоборот, тяжело? Вот за последнее время, или, может, как-то этот процесс меняется уже сейчас, украинскому дизайнеру показать себя в Европе? Или даже не в Европе, вот ранее сообщалось о том, что вот осенью команда Ukrainian Fashion Week представила проект Fashion Experiment 01 в Нью-Йорке и Токио. Да, то есть были дизайнеры, которые могли быть там представлены, для которых это, наверное, была такая необыкновенная возможность. Каким образом отбираются там участники? Как легко туда попасть? Или даже вот если без этого проекта, украинский дизайнер каким образом может себя показать людям в других странах? Ну, на самом деле, действительно открылись ворота, можно так сказать, на восточные и западные рынки. И все зависит от того, есть ли у тебя для этого инвестиции, потому что сейчас есть возможности и в Милане, и в Париже, и в Нью-Йорке предоставить свою коллекцию. Ну, достаточно надо рассчитывать на сумму от 10 тысяч долларов, чтобы просто выехать даже минимальной командой, снять там стенд, ждать своих байеров перед этим, сделать очень большую серьезную работу, всех обзвонить, прозвонить, договориться о встречах, потому что, в принципе, ехать, не договорившись туда, просто выкинутые деньги. То есть, насколько я знаю, все-таки это большая работа команды. Она может уже быть сделана процентов на 80 в Киеве, и дальше путешествовать по... Вот в той же Токио есть такой пример, как Ксения Шнайдер, которая показывает, как она открывает эти двери, очень часто рассказывает примеры. Ну, для меня это, вообще-то, пример для того, что простые, как бы, ребята, да, работоспособные, могут открыть мир и завоевать его. Ну, вот вы говорите, дождаться, вот найти площадку, да, и деньги немалые, дождаться своих покупателей, дождаться своих байеров. Вот по этому поводу, вот если мы уже говорим об этом проекте, Fashion Experiment 01 в Нью-Йорке и в Токио, то главный месседж проекта был следующий, далее цитата, «Украинская мода настолько разнообразна, непредсказуема, самобытна, что ее нельзя просто потреблять, ее нужно исследовать». Вот в чем самобытность, да, и непредсказуемость украинской моды, ну, вы как украинский дизайнер, да, вот даже нишевый дизайнер, об этом мы тоже поговорим, ну, наверное, как никто понимаете, в чем самобытность и непредсказуемость. И, собственно, есть спрос, ну, даже у тех же европейцев на эту непредсказуемость, украинскую самобытность. Ну, действительно, украинская мода очень сильно выделяется, потому что, мне кажется, наш дизайнер не разбалован вниманием. И очень концентрирована на самой идее и концепции. И пытается вплести традиции. И это очень интересно показано. Нестандартно, необычно. И наш дизайнер действительно выделяется на фоне дизайнеров. Где уже стал рынок западный. Он уже достаточно понятный. И более унифицирован, как по мне, западный рынок. Которые желают выделиться, желают себя показать из последних сил. Мы очень выгодно смотримся. А вот почему так происходит? Потому что если мы говорим о внутреннем рынке, как по мне, есть спрос на эти наши этнические, автентические элементы. И часто, как я наблюдала, дизайнер, который это использует в своих коллекциях, он на слуху, о нем знают, о нем узнают. Потому что на это есть спрос. Не знаю, модники и модницы в Украине, или даже не только модники и модницы, они хотят вот чего-то такого. Вот если вышиванка, условно говоря, не такая стандартная вышиванка, а платье в стиле вышиванки, это пользуется огромным спросом. Это вот украинцы такие своеобразные, да? Вот мы хотим такого своего. Или вот в чем здесь фишка? Ну, во-первых, у нас такая, я бы сказала, здесь еще подогрев политической, скорее всего, ситуации. Потому что до 2014 года у нас вообще не было в моде вышиванки и все такие украинские элементы. Потом был однозначно пик. И потом, мне кажется, уже все, кто могли, под любым соусом выпускали вот такую украинскую этнику. И она была даже достаточно попсовая. На сегодняшний момент утих какой-то уже, вот если ты делаешь Made in Ukraine, или у тебя какие-то специальные элементы, это уже не является успехом продаж. И тебе уже нужно придумывать какой-то своеобразный подход к украинскому... Если ты делаешь этнику, даже, например, я в своей работе использую, ну, я вам скажу, что интересно то, что туэтнику, которую я показываю, она гармонично смотрится в любой другой стране. И они могут тоже найти в моих элементах свои какие-то традиционные моменты. Вы как дизайнер каким образом, если вот мы говорим уже выход на европейский рынок, каким образом вы почувствовали уже результат того, что не так давно, да, лет не 10 еще прошло, но Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Это предусматривает открытие украинского, еще большее открытие украинского рынка для европейского производителя. И опять же, возможность, увеличивается возможность выхода украинского дизайнера на европейский рынок. Каким образом вы это ощутили, если говорить вот о вашей специализации, если я не ошибаюсь, это платки, да, может не только платки, потому что вот то изделие, которое на вас, это как бы и одежда, и платок. Я как бы пригляделась, сразу и не поняла. Вы почувствовали вот то, о чем многие политики говорят, о том, что рынки открылись, да? Естественно, это очень прочувствовалось. Мы стали оперативнее. То есть сейчас выехать, ну, как бы сейчас есть очень много недорогих предложений от авиакомпании. И я, насколько знаю, очень много моих сейчас коллег находится во Флоренции на выставке тканей, потому что на самом деле сейчас уже как бы рынок тканей влияет очень сильно на дизайн и то, какая будет мода и коллекция. И это сейчас не есть проблема. Тебе не нужно заниматься столько времени, доказывать, едешь ты туда жить и оставаться, или ты едешь по рабочим моментам, и тебе достаточно там денег, чтобы решить вопрос. Я говорю о безвизе в данном случае. И однозначно чувствуется, что какие-то цепи вокруг нашей страны развязываются, падают. И к нам точно так же легче стали относиться клиенты из-за границы, и проще стало сейчас оформлять подобные заказы. Ну и вот часто встречаются опять же сообщения о том, что, ну вот и последнее от Ukrainian Fashion Week, что вот каждый сезон Ukrainian Fashion Week расширяет сотрудничество с международной профессиональной средой ради создания новых возможностей для дизайнеров и продвижения украинских фэшн-брендов в мировой фэшн-индустрии. Вот по этому поводу можем говорить о каких-то успехах? Ну, понятное дело, да, что мы должны обмениваться опытом. Мы можем позаимствовать какие-то идеи, какой-то опыт у наших европейских друзей, что-то им передать. А практическое воплощение этого сотрудничества, каково оно? Ну, к нам стали приезжать достаточно влиятельные люди, блогеры, журналисты, люди, которые представляют интересы и ищут новые имена. Вот благодаря очень большой работе команды Ukrainian Fashion Week, допустим, летом был очень важный конкурс молодых дизайнеров, когда было очень серьезное представительство жюри с разных континентов. Приезжали люди из Токио, из Парижа, из Италии, были очень известные люди, которые отбирали, знакомились и давали путевку в жизнь молодым дизайнерам. Ну, конечно же, для нас это очень важно, потому что, честно говоря, у нас, да, у нас рынок неплохой, но так как товар достаточно дорогостоящий, вот, ну, наш потребитель не может, ну, как бы, понятно, мы не можем соревноваться с Зарой или там с Эйчемом, когда они поглощают очень быстро тренды, очень легко меняют свои коллекции. С такой скоростью украинский дизайнер не может себе позволить, потому что свое собственное производство, это очень дорого, и, наверное, можно там на одной руке перечислить дизайнеров, которые могут себе позволить иметь свои швей, свое производство. Поэтому дорогое сырье, потому что основно мы работаем на заграничном сырье, как ни крути, работа швей, мы, естественно, мы не можем заказать тысячные партии в обшиве Вьетнами, ну, на обшив, на производство Китай или там Вьетнам, мы делаем это все в Украине, и по себестоимости это очень долгой продукт, и, естественно, поэтому мы ищем выходы на заграничный рынок, потому что, на самом деле, ну, ни для кого секрет, что там денег больше, больше возможностей, и если ты сможешь удивить своей уникальностью, сейчас уже есть такая тенденция, что когда люди не знают, в чем ты одет, и задают тебе вопрос, а в чем ты, ну, я говорю, о состоятельных людях, которым не нужно обвешивать себя брендами, чтобы была сразу понятна стоимость твоего внешнего вида. И вот они как раз и проявляют интерес к таким нестандартным вещам, которые делают наши украинские дизайнеры. И вот по поводу трендов, по поводу того, что сейчас на пике, на что сейчас спрос. Каковы тренды, если вот мы говорим, я не знаю, там, 19-20 год, на что спрос, чего требует, условно говоря, да, потребитель от дизайнеров, что хотят носить люди? Ну, если мы говорим, там, Украина и Европа, может, даже универсальные, ну, в этом понятии потребители в разных странах, да, на разных континентах. Ну, здесь тренды – это такая вещь, к которой нужно очень аккуратно относиться. Я, например, считаю, что очень многие тренды нужно пропускать и не пытаться, ну, слепо копировать и повторять. Если можно заметить, то тренды меняются с такой молниеносной скоростью, и это все понятно. Здесь реально маркетинговые, там, не знаю, боги управляют через звезд, через трендсеттеров, что сегодня модно. Я не согласна со многими на сегодняшний момент трендами, там, и аглии кроссовки, как их называют, да, и какие-то огромные, бесформленные, ватные, значит, как будто ты вообще вышел, завернулся в одеяло. Пуховики, да. Пуховики, да. Ну, все-таки что-то одно, что-то неоспалимый тренд. Но, тем не менее, однозначно виден определенный тренд. Первый тренд – это на удобство. Удобство. Да, и простоту. То есть мода сейчас идет к упрощению. Второй тренд – это заявление о своей социальной позиции. То есть очень можно сейчас заметить, что модно название, какие-то эмблемы, и это прослеживается от наших локальных брендов, топ-бировых. Мы все хотим заявить и показать своей одеждой, кто мы и что мы из себя представляем, и наше отношение к ситуации. И мы можем в это время молчать, да, но наша одежда говорит вместо нас. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню зрителям, что гостью программы «Лицом к лицу» была дизайнер Ольга Дворянская. А я, Христина, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова